Это будет послание апостола Павла к Тимофею, первое его послание, 3 глава, 16 стих. Итак, первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедованным в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Эта тайна Божия, которая была сокрыта от веков и родов, открылась в рождении Спасителя мира, нашего Господа Иисуса Христа. Вообще, действительно, мы люди, как только Адам пал в грех, для него все стало непонятно. Раньше Бог учил его, наставлял, вразумлял. И как-то можно спросить было у Создателя, но теперь грех, как стена, стало между Богом и человеком. И отчуждение было настолько далеко, что сам человек добровольно ушел от Бога. Ушел. Скрылся от лица его. Люди хотят скрыться от Бога. Да. Но вот они не познали эту тайну, что от Бога скрыться нигде невозможно. Вот Давид прекрасно это понял и говорит, куда скроюсь как? От лица твоего возьму ли крылья зарей и унесусь сюда, на край моря. И там рука твоя поведет меня, куда скрыться. Вот так люди. Ибо написано, Бог видит всех людей. Он не безразличен к нашей жизни. Некоторые говорят, а какое дело Богу до меня? Нет. Он создал сердца, кого? Их. Нас. С вами. И вникает во все дела их. Во все. И когда ты творишь грех, он с печалью смотрит на тебя. И через голос совести говорит, что же ты делаешь? Что ты делаешь? Но человек, попирая голос совести, делает грех и привыкает. Привыкает. И так и написано. Грех пьют, как холодную воду. Жажду жары, приятно, холодная вода. Вот так они хотят утолить запрос своей души и пьют грех, как холодную воду. Да, дорогие? Для человека все стало тайной. Рождается человек в этот мир. И как только начинает, возрастая, понимать, для него все тайно. Это прекрасная земля, на которой мы живем. Сколько я помню, я был очень любознательным и читал, и астрономию и так далее. И никто мне не ответил, откуда же эта земля, на которой мы живем? Но откуда она? А люди отвергают Библию. А тогда Библию не достать, потому что безбожники старались истребить Слово Божие. Оказывается, просто сказано, и сотворил Бог небо и землю, на которой мы живем. Он ее спроектировал для жительства человеку. Именно для жительства. Так и там написано. Он все приготовил. Все. В недра вложил сокровища, металлы, газы, нефть. По сей день не знает, откуда нет. Какого у нас происхождения, минерального или органического. Кто знает? Нет. Целые моря под землей. Источники вод. Ну кто все это тебе приготовил, человек? Кто тебе дал прекрасную растительность? Вот недавно мы празднули День Жатвы. Сколько разнообразен мир растительный. Что там только нет. Все. Бог дал для человека. А чем же ты платишь Ему? Чем? А человек не благодарит Бога. Ест. Встал и да еще заматерился. Вот так. А когда настанет голод, тогда ты будешь говорить, а где же Бог? Почему Он меня забыл? Может быть, ты думаешь, что этого не будет? А мы пережили эти моменты. Когда за кусок хлеба убивали человека. Вот так. Голод страшный. Одна мысль только сверлит, чтобы поесть. Голоден человек. Так что, дорогие, человек даже не знает, откуда он пришел. И куда он пойдет. Часто беседуя с людьми, я ему говорю, ну а ты-то пришел в этот мир. Зачем? Кто ее знает? Зачем? Вот, живу да и живу. Ну зачем? Куда ты идешь? Что тебя ждет? Ведь Бог не сотворил так бесцельно. Ну, сотворим человека, пусть он себя мучается на этой земле. Да не для этой цели Бог сотворил человека. Он создал его для великой цели. Чтобы человек был владыкой не только на земле, но он ему приготовил прекрасное небо. земля это был первой только ступенью его развития. Но человек послушался врага души. Да, другой есть учитель. Имя его дьявол. Он тоже сокрыл себя тайной. Он не открывает себя людям, но он действует. И великолепно действует. Он рад, что люди даже и не верят, что он существует. Да, но он зато порабощает людей, и они с жалкой игрушкой в его руках. Вот так. Только он не открывает им, что их ждет. Дети дьявола, их ждет вечный ад. Он им это не открывает. Это тайна. Дьявольская тайна. Оказывается, и у Бога тайна есть. Да и у нас иногда бывает. Вот так. У нас иногда бывает тайна. Как один прекрасно выразился, тайна это тогда, когда я только знаю. А если я кому поделился, то уже это не тайна. Она быстро смотришь и расползет. Вот так, дорогие. Человек не понимает, как мог Бог воплотиться. Как мы с вами прочли, в великой благочестии тайна. Бог явился воплоти. Человеку это непонятно. Непонятно. Это тайна. И порой неверующие говорят, ну как так Бог воплотился в человека. Ну, тоже и написано, это тайна. Сам Бог пришел к гибнущим людям, чтобы спасти нас. Это величие его любви. Бог не побрезгал падшим человеком. Не побрезгал. Он его не отринул. И сказал бы, пересоздам все. Заново. Нет. Бог этого не сделал, чтобы дьявол потом не торжествовал. Вот. Я все-таки вынудил Бога, и он истребил всех людей. Нет, дорогие. Бог решил спасти гибнущих людей. И поэтому пришел Христос Спаситель в этот мир. Это величайшие тайны. Я читал, как ученые стараются постичь эту тайну. И в самом деле. Раньше они отрицали возможность рождения человека без семени мужчины. Это невозможно. Это абсурд. А теперь говорят, это возможно. Возможно. Уже опыты подтверждают это явление. И скоро появится такой человек. Появится. Вот так. Это было тайной. И Христос, явившийся в мир, совершил наше спасение души. Так же является тайной духовное рождение. Когда учитель пришел к Иисусу Христу, и Христос ему сказал, что должно родиться вам свыше, он его понял? Нет, конечно. Он думал, да как? Это я второй раз могу родиться. Так это невозможно. Это что, мне вторично войти в утробу матери и родиться? И как мне пытался Христос объяснить ему, может быть, потом Никодим только понял. Я встречал людей, которым пытался объяснить, что такое духовное рождение. Бесполезно. Это для него абсолютная тайна. Он не пережил этого. Он не может понять. Но я ему показываю факты. Вот смотри, человек прошлым был самым отъявленным преступником. Вдруг Бог его превращает в другого человека. Что с ним стало? Скажи, что с ним стало? А Бог его возродил. Возродил его внутренний духовный мир. И сделал его новым творением. Новым. И порой люди удивляются. Я вам рассказывал, как проповедник, посаженный за Слово Божие в лагере, потихонечку уркам проповедовал о Христе. Урки никогда не работают. И вдруг один обратился к Господу, приходит и говорит, дайте мне робу. Зачем? Я пойду работать. Ты пойдешь работать? Да. Я теперь верующий. И администрация приходила в удивление. Как баптисты могут переделывать людей? Разве они переделывают, а? Бог переделывает людей. Это величайшая тайна. И людям порой не объяснишь, как Бог сотворил из меня нового человека. А ведь это Бог может. Он для того и пришел. Так Христос сказал, я пришел взыскать и спасти погибших. Если ты не сознаешь себя погибшим, то, конечно, Христос тебя не будет спасать. Но если ты сознаешь, что ты погибаешь, Он для этого и пришел, чтобы тебя спасти. Дорогой друг, приди к Нему. Ну, конечно, великая тайна. Человек умер, разложился, нет, просто прах, ничего нет. И вдруг воскреснет. Люди говорят, невозможно. Этого невозможно. Это ты так думаешь? Невозможно. А Богу все возможно. Я много хороню людей и говорю в проповеди, вот мы стоим на земле, может быть, это прах множества людей, которые жили, мечтали, планировали, творили, а теперь они прах под ногами. Как может прах вдруг воспрянуть, ожить? Это тайна. Но она осуществится. Там и написано в Слове Божьем. Бог исполнит тайну и воскресит всех. Одних для жизни вечной с Богом, других для вечного осуждения. Хочешь ты, не хочешь, это от нас не зависит. Я не хотел бы умирать, но я умру. Нет, моего желания это зависит. Я не хотел бы воскресать, но я воскресну. Так Бог устроил. Я не хотел бы явиться на суд. Страшно явиться предгрозным судьей земным. Как ужасно явиться предгрозным судьей Богом вечным, который все знает в жизни твоей. Как-то хороня, нас сфотографировал фотограф. Я говорю, вот он запечатлел одно мгновение нашей жизни. А у Бога все запечатлено. И он покажет твою жизнь. И скажет, твоя жизнь? Некоторые говорят, так это долго. Ничего не долго. Люди порой во мгновение видят всю свою прошедшую жизнь. Как один рассказывал, я на машине сорвался в обрыв. И пока я летел. Ну сколько там можно лететь, скажите. Несколько секунд. Передо мной пролетела моя жизнь. Я думаю, все. Теперь черта. Дальше будет итог. Вот так. Только с счастливой случайностью он остался жив. Итак, дорогая душа. Хочешь, не хочешь. Но это тайно Бог открыл. Что тот человек, который не поверит во Христа, он должен явиться на суд. А те, которые уверовали во Христа Спасителя, на суд не приходят. Но они перешли от смерти в жизнь. Как прекрасно, дорогие, перешагнуты эту грань. Но эту грань можно перешагнуть с покаянием. Когда человек приходит к Богу с покаянием, и Бог его вводит из смерти, жизнь Сына Своего. Тайна. Но эта тайна открыта нам, верующим. В нее хотели проникнуть и ангелы. И Бог открыл это не мудрым, не разумным, чтобы они не сказали, вот я какой, как новый худоносер нос задрал. Да, дорогие, он открыл это простым, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Пастухам, открыл рыбакам, и даже Христос воскликнул. Отче, благодарю Тебя, что Ты это сокрыл от мудрых и разумных, а открыл это кому? О, младенцам, те, которые доверчиво принимают верою от Бога всю тайну, которую Бог открывает нам. И ты, дорогой друг, смотри, решай этот важный вопрос. Приди к Богу, и Он сделает тебя новым человеком. И подарит тебе ту радость, которую никогда человек своим усилием не достигнет. Бог сам обещал, я дам вам радость, которую никто не может отнять у вас. Все отнимается. А радость во Христе отнять никто не может. Хвала Ему во век. Аминь. Мы помолимся, дорогие. Мы благодарим Тебя, что еще благодатное время проповеди Евангелия, спасительного для всех людей. Ты послал нас в мир, чтобы мы шли и говорили людям. Люди, остановитесь на путях ваших. Рассмотрите, расспросите, найдите путь добрый, путь, ведущий к жизни вечной. Но порой люди отмахиваются, не хотят слушать нас. Ну что ж, наше дело только сеять. Что взрастет, это Ты взрастишь на Спаситель. И кто спасется, это будет радость и благодарность Тебе, Спасителю души, Иисусу, Который пришел в этот мир, не в величии, не в славе, но пришел в простой семье, чтобы все испытать, чтобы быть нам потом дивным первосвященником и ходатаем, глубоко знающим нашу жизнь. Ты можешь нам сострадать, потому что сам ее прошел. Благослови наших друзей, дай им потянуться к свету, к Тебе, Богу нашему, и найти радость спасения во Христе Иисусе, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, дорогие. Садитесь, дорогие. Продолжение следует...